Моя бабушка очень любила этот выпуск Яралаша, он и жизненный в общем-то был, и в разных ситуациях пошутить можно было, и Татьяна Ивановна Пельцер со своим «Бегу, Митенька, бегу, маленький» была прекрасна. Бабушка! Бегу, Митенька, бегу, маленький! Выпуск Яралаша под номером 23 вышел в 1980 году, когда на наших дорогах преобладали уже самосвалы Минского автомобильного завода с поздним типом кузова, который несложно отличить по горизонтальным усилителям. Правда, те собиратели, которые ухватили этот МАЗ-503А, датированный производителем как машина 1975 года, выбрав его среди прочих моделей в коробочках наш автопром, которыми производитель периодически заваливал полки магазинов, вскоре обнаружили, что на эти МАЗы водрузили кузов, который отличается не только от машины из выпуска Яралаша, но и от большинства фотографий. Дело в том, что поперечные усилители, ребра жёсткости этого кузова заходят на боковые борта, а у большинства машин на наших дорогах, да и на сохранившихся фотографиях тоже, машины без этих усилителей сбоку, они заканчиваются внизу. Можно найти и подобные кузова на снимках в этом нашем интернете, но их крайне мало, что за вариант кузова с усиленной жёсткостью был, в какие годы его выпускали остаётся большим вопросом. Ну а наш автопром в августе 2014 года, когда эти грузовики появились в продаже, радовал коллекционеров разнообразием модификаций, ведь МАЗ-503 с индексом А вышел сразу в двух вариантах — с ранним кузовом и с этим поздним, да ещё и в разных цветах каждый. Правда чуть позднее — собиратели достанут штангенциркули и выяснят, что кузов моделей самосвалов оказался слишком узким, что на фоне большеватой кабины выглядело особенно печально. Остальные недостатки моделей Минского автозавода из коробочек «Наш автопром» перекочевали и на самосвалы. Большие фары, облицовки, проблемы с геометрией и размерами кабины, простецкая проработка снизу и предельно простые задние фонари, которые выглядят настолько убого, что даже ценой такое исполнение не оправдать. Ну и конечно же отвратительное качество окраски. Полный комплект, знакомый по бортовым МАЗам в случае самосвалов был дополнен статичным кузовом — у самосвалов, у которых вся суть грузовика в подъёмном кузове, поднять его было нельзя. Но тем не менее, несмотря на все эти довольно критичные и значимые недостатки, машинки под маркой «Наш автопром» разошлись по коллекциям в огромном количестве. Кто-то украшал кабины фотоотравлением, менял оптику, перекрашивал, искал кустарные кузова, чтобы заменить родные, другие просто задвинули всё это богатство в дальний угол с глаз долой. Но видимо вся эта масштабная история с МАЗами довольно выгодна для производителя, потому что весной 2018 года появились версии дополненные и исправленные. Конечно кабины никто менять не стал, лишь покрасили их в менее едкие и более точные оттенки цветов, но вот кузова сделали новые и даже изменили рамы, чтобы сделать их наконец-то откидывающимися. Причём занятно, что изменили не только размеры кузова, но и убрали эти боковые вертикальные ребра, т.е. новая исправленная версия самосвала образца 1975 года получила тот самый кузов, который всем знаком и не вызывает вопросов. И знаете, что самое забавное? Исправленный наш автопром ведь некоторые собиратели купили по второму кругу, ведь исправленная версия действительно получилась более приличной, чем первое издание. А денег за них просили не так уж много, да ещё и скидки объявили не прошло и года. Видимо подпорченная первыми выпусками репутация плохо сказалась на объёмах продаж. Хотя взяв долгую паузу, этот производитель ведь снова выйдет на сцену со своими газонами и газелями по имени Next и, видимо, с учётом прошлых своих побед и поражений сразу назначит на них конский прайс, никак не соответствующий качеству изделий. Но собиратель всё равно отправится в магазин, приговаривая, что другой альтернативы нет и не предвидится. И оно и правда. Костромские товарищи ведь до сих пор не могут договориться с газом даже об использовании фирменных эмблем и наименований на свои продукции от грузовиков до автобусов, которые так и продаются безымянными. Где уж тут газоны выпускать? Правда они всё-таки сделали свой 500-ый МАЗ, но это уже совсем отдельная история. Ну а наш автопром, видимо, в накладе не остался, несмотря на грубые просчёты в размерах при подготовке этих МАЗов к масштабному производству. И в историю моделестроения, безусловно, наш автопром вошёл со своей этой маркой. Правда большинство их моделей, что легковушек, что грузовиков, были сделаны наспех и отличались максимальной унификацией для достижения предельно возможного количества модификаций на полках магазинов. Коллекционеры быстро наелись этими изделиями, хотя и понабрали их немало конечно. Этот МАЗ из Яралаша — неплохой сувенир по мотивам знакомого грузовика, несмотря на все свои недостатки. И даже неплохо смотрится на полке, несмотря на слишком яркий цвет, а разнобой промахов кабины и кузова не режет глаз уже с полуметра. Да и тренированные на старых советских моделях этого МАЗа коллекционеры склонны снисходительно смотреть на эти недочёты. Ведь на прототип этот самосвал вполне похож, а голод на масштабные модели грузовиков Минского автозавода был силён долгие годы, а кустарными моделями с их ценами не всякому суждено было этот голод утолить. Нынче с моделями МАЗов тоже творится что-то забавное. Костромские китайцы выпустили таки свою долгожданную и, похоже, давно готовую модель грузовика с кабиной, которая, к сожалению, тоже выглядит не очень здорово, хотя, наверно, точно попадает в основные размеры. Плюс запилили какого-то странного Франкенштейна для своей журнальной серии, взяв за основу кабину нашего автопрома. Теперь вот интересно, сделано это по договорённости со своими конкурентами или как в случае с моделями на формах Classic Bass'а самостоятельно. Но, как бы то ни было, в 2020 году по-прежнему нет хороших промышленных и массовых масштабных моделей МАЗов 500-го семейства. Кустарные выглядят по-прежнему неплохо и всё так же дороги. Наш автопром и во времена своей молодости был лишь на полшага выше игрушек с полок супермаркета, а теперь не переподавно. Костромская новая кабина может и точна, но пресловутая похожесть у неё явно пониженная, да и нет пока массовых моделей от этого производителя. В общем какая-то тяжёлая оказалась кабина для масштабных моделей строителей. Хотя, как ни удивительно, но в журнальной серии «Автомобильной службе» китайцы когда-то сделали неплохой вариант 500-го МАЗа, но по крайней мере кабина у них вполне удалась. Но эта масштабная ветка развития пока не получила, а одной старой, пусть и неплохой, журнальной моделью явно сыт не будешь. Модификация там поздняя была, да и не самосвал вовсе. Пишите в комментариях, что думаете про МАЗы от нашего автопрома и насколько этот 503А похож на грузовики старого выпуска киножурнала «Яролаш». Как вам все эти новости вокруг Минского 500-го семейства и что у вас на полках творится с моделями этих грузовиков? Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время проверить работоспособность старых и новых кнопок под этим видео — там есть куда нажать тем, кто лайк, тем, кто дизлайк, тем, кто спонсор и даже тем, кто забыл подписаться на канал. Но что бы вы не прожали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Берегите себя в наше непростое время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok